МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Ольга Панова. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правительство онлайн. Следить за заседаниями Кабинета министров Республики теперь можно в режиме реального времени. Тянет налево. К чему приводит поворот в неположенном месте? Кусочек королевства в нашем городе. Чебоксарцы учились танцевать шотландские танцы. В прошлом году 13, в этом уже 14. В Чувашии продолжается масштабная программа по строительству детских садов. Первостепенная задача обеспечить местами всех ребят старше полутора лет. Прогнозы, оптимистичные проблемы, удастся решить. Дмитрий Ковалев узнавал, как именно. Проблема с очередностью в детские сады в Цивильском районе скоро уйдет в прошлое. Если раньше там своих мест дожидались более полутора тысяч человек, то сейчас картина изменилась в корне. На окраине города недавно построили новое дошкольное учреждение. Когда-то об этом приходилось только мечтать, но теперь и современная мебель, и мультимедийное оборудование для ребят не в диковинку. Талантливые малыши проводят свободное время в музыкальном зале, разучивают песни и репетируют новые роли. Дети постарше познают премудрости английского языка. В детском саду функционирует 12 групп. Общее количество воспитанников – 330 детей. Но кто-то сюда не только ребенка привел, но и сам получил рабочее место. В воспитателях садик перестал нуждаться уже спустя полгода. Молодой специалист Александра Егорова здесь преподает уроки информатики. Сначала устроила дочку, а потом и сама пришла сюда на работу. В очереди мы простояли недолго. В прошлом году, в возрасте 2 года, моя дочь попала в этот детский сад. Детский сад нам очень понравился. В то время я была в декретном отпуске и решила поработать воспитателем. Потому что садик очень хороший, приятный коллектив. Уже сейчас в районе в очередях не стоят дети старше 3 лет. Но в ближайшее время местами обеспечат и ребят младше. Где-то оборудуют дополнительные дошкольные группы, а в городе сейчас строят новый садик, тоже на 300 мест. Здание уже возведено, ведутся отделочные работы. Открыть его собираются в июне. Кроме строительства этого детского сада, мы сейчас начали проектировать реконструкцию детского сада номер 4. Росинка называется, это очень старые детские сады. Там уже они не соответствуют современным нормам, требованиям. С этого года мы полностью ликвидируем очередь от 1,5 до 7 лет. Новые детские сады строятся во многих районах, хотя территории выбирают, исходя из того, насколько они загружены. Наиболее актуальные задачи, конечно, райцентры, Чебоксары, город Канаш. Два детских сада мы планируем уже в следующем году, в 2014 году получать в этом году. Ну и, конечно, полностью хорошо сегодня работает город Новочебоксарск. Но чтобы сократить очереди, необходимые новые проекты. В республике начнут строить и трехэтажные садики. Пока особенно остро эта проблема стоит в столице Чувашия. Но именно здесь до конца года построят наибольшее количество детских садов. Ну, я думаю, вообще, с учетом того, что мы задачу ставим в 2015 году закрыть эту тему с 1,5 лет, я думаю, очередь она будет естественная, обычная, ротации будут проходить. Одни будут взрослеть, уходить из детского сада, другие будут приходить. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев и Евгений Анисимов. Республика. Сегодня заседание правительства Чувашии проходило в особой атмосфере. Впервые была организована онлайн-трансляция на портале органов власти. Но все шло в обычном режиме. Кабинет министров рассмотрел государственную программу по развитию физкультуры и спорта в Чувашии, установил новую величину прожиточного минимума, утвердил правила предоставления субсидий на улучшение жилищных условий на селе, заслушал отчет о работе Государственной службы занятости. Подробности у Ольги Григорьевой. Почти 7 миллиардов рублей собираются предусмотреть на государственную программу по развитию физкультуры и спорта в Чувашии. Это долгосрочный проект, рассчитанный до 2020 года, призванный решить стратегические задачи. Стратегической целью государственной программы является создание условий для систематических занятий физической культуры и спортом для всех категорий населения республики. Подготовка спортивного резерва и спортсменов высшего спортивного мастерства, а также пропаганда и формирование навыков здорового образа жизни. Если все, что написано на бумаге, удастся реализовать, то занимающихся физкультурой и спортом в Чувашии станет больше на 10%. А число спортсменов, участников российских и международных соревнований непременно вырастет. На результат нацеленный и в Минсельхозе, там головная боль по другому поводу. Как оставить людей на селе, завлечь молодых специалистов. Для сельчан предусмотрены субсидии от государства на улучшение жилищных условий, о которых напомнил профильный министр. Размер социальных вылуп на строительство жилья для граждан и молодых семей и молодых специалистов, предоставляемых в рамках программы, составляет не более 70% от расчетной стоимости жилья. В этом году преимущественное право дано для получения данных субсидий как гражданам, так и молодым специалистам, работающих в организациях агропромышленного комплекса. Кроме этого, имеют преимущество права и граждане, и молодые специалисты, имеющие трех и более детей. Главный вопрос для любого региона – занятость ее жителей. Более трех миллиардов рублей было направлено на эти цели в последние три года. И не впустую отчитался сегодня руководитель государственной службы занятости. Из общего объема средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, 864 миллиона рублей было направлено на снижение напряженности на рынке труда республики в кризисный период. Своевременная организация финансирования позволила занять людей общественными работами, сохранить рабочие места на предприятиях, привлечь незанятых граждан к предпринимательской деятельности, организовать стажировку выпускников по полученным профессиям, что в целом позволило не допустить социальной напряженности в республике. По словам Сергея Дмитриева, уровень регистрируемой безработицы в регионе снизился с 3% в 2010 году до 0,7% в 2014. Это третий показатель среди регионов по Волжье. Несомненно, в плюс Чувашии, но остаются жирные минусы. Сохраняется кадровый дисбаланс, падает престиж рабочих специальностей, а зарплата по вакансиям низкая, отмечают в госслужбе занятости. А вот Минздрав сетует на величину прожиточного минимума в регионе. Она одна из самых низких. А сегодня правительство утвердило новый размер прожиточного минимума. В среднем 6049 рублей. В последнем квартале прошлого года он снизился на 127 рублей. Ольга Григорьева, Николай Яковлев, Республика. На заседании Кабинета министров представили и нового главного жилищного инспектора Чувашии. Напомню, что вчера вечером 63-летний Иван Никитин ушел в отставку после 12 лет работы в этой должности. Ивана Григорьевича наградили почетной грамотой Чувашии за добросовестную и эффективную государственную гражданскую службу. Долго служили на благо жителей Чувашской республики. Наводили вместе с нами порядок в жилищной сфере Чувашской республики. Долго служили на благо жителей Чувашской республики. Для того, чтобы населению было удобно, приятно и комфортно. С вами работать очень сложно, но почетно. На этом же заседании глава Чувашии представил нового руководителя госжилинспекции. Им стал Олег Бирюков. В разные годы возглавлявший комсомольскую организацию промышленного предприятия. Отдел по делам молодежи Московского района. Работал замначальника Чувашской таможни. В последнее время был главой администрации Калининского района. Более 7 миллионов рублей получит Чувашская республика на охрану водных объектов. Общая протяженность рек в Чувашии более 440 километров. В течение 2014 года будут выполнены работы по определению границ малых рек республики. Установлены 198 специальных информационных знаков. Кто будет участвовать в спартакиаде пожилых и почему выбрали Чувашию? Поможет ли родная земля нашим пенсионерам победить? Говорили на пресс-конференции. Спортивный фестиваль пенсионеров запланирован на 12 июня, в День России. Количество видов спорта и основные условия проведения пока неизвестны. Идет согласование. Ясно одно. Каждый регион страны представит команду из 7 человек. Условия отбора на совести субъекта. Нас интересуют не рекорды, нас интересуют не очки голосекунды, нас интересуют вопросы пропаганды здорового образа жизни. Нас интересуют не команды бывших спортсменов, нас интересуют простые команды победителей муниципальных, районных звеньев, которые приедут и продемонстрируют свои возможности с точки зрения развития физической культуры и спорта. Первый межрегиональный спортивный фестиваль пенсионеров России прошел в Курске. На старт вышли 100 участников из 17 регионов страны, в том числе и команды из Чувашии. Положительный результат мероприятия стал основой создания всероссийской спартакиады. Место проведения выбирали недолго. Чувашия – спортивная республика с отличными условиями, отметил Валерий Рязанский. После общения с журналистами он встретился с пенсионерами Чувашии и ответил на их вопросы. Ольга Алексеева, Евгений Анисимов, Республика. В эти дни Россия отмечает одну из важнейших дат советской истории – 70-летие полного снятия блокады Ленинграда. Торжества проходят не только в Санкт-Петербурге, но и во многих уголках страны. В селе Ишаки Чебоксарского района этот день тоже особый. 71 год назад, правда не зимой, а летом, возле этого дома становились подводы, на которых приехали 100 детей и несколько взрослых. Именно в тот момент для них закончилась война. Они впервые услышали тишину, увидели звезды и почувствовали запах почти настоящего хлеба. Вспоминает Людмила Ивановна Дороненко, бывшая воспитанница детдома для детей-блокадников. Моя кровать стояла вот здесь, самая крайняя. А здесь было окошко на лесу, нет еще у нас. Так что, кому надо, чего стучали, выходи. На этих стендах фото-летопись детдома. Вот они только что приехали, познакомились с местными жителями. Вот уже обжились, почувствовали тепло, заботу и любовь. Очень много, конечно, нам помогли и жители, и наши школьники. И они там приносили в школу. Кто там, кто пирога, кто кусочек хлеба, кто от чего. Подкарбливали. Первый день было, конечно, очень трудно. Очень трудно. Там все еще не налажено. Все это было еще как-то в саде самого начала. Вот. Нет толком ни одежки, ничего. Вот первую зиму мы ходили в Шанхае, мы их называли. На деревянную такую подошву, деревянную подошву. И вот так вот два крестика каких-то коженаменителей какого-то, не знаю. Вот это мы ходили. До 44-го года все ходили в этих штучках. Сегодняшние школьники слушают, раскрыв рты. Им сложно понять, как у их сверстников хватило силы мужества, пережить голод, бомбежки, разлуку с близкими, сиротство. Но знать об этом необходимо. Человечество, общество еще не придумало такого мерила, то есть такого прибора, такого средства измерения, которым можно было бы измерить все вот это мужество, все эти страдания человеческие, которые перенесли, перенес народ в целом и тем более перенесли дети во время войны. Музей села Ишаки стоит заглянуть каждому. В Чебоксарском районе о детском доме, конечно, знают. А вот жителям других муниципалитетов подробности вряд ли известны. Между тем, здесь собран богатейший материал. И про блокадных ребятишек, и про их деревенских друзей, и про приемных родителей, и про удивительную историю любви директора детского дома Илюсе Дороненко. В старой школе разместился настоящий мемориал. Словно сама память спускается по скрипучим ступеням, дышит на замерзшее окно, гладит стволы берез, посаженных ленинградцами, и говорит, знаете, и такое было. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. К другим новостям. На Московском проспекте на днях запретили левый поворот на улицу Водопроводную. Это дорога, ведущая к столичному центру занятости. Но некоторые водители либо не замечают знак, либо делают вид. Сегодня именно на этом участке столкнулись четыре автомобиля. К чему ведет несоблюдение ПДД в следующем репортаже. Запрет левого поворота на Московском проспекте вызвал бурю эмоций, которые автомобилисты выплескивали на форуме на связи. Запретить-то поворот запретили, но это не останавливает некоторых водителей и их все же тянет налево. И вот чем это оборачивается. Что интересно, в управлении ГИБДД республики о запрете поворота даже и не знали. Пока начальнику ведомства лично не позвонил один из автомобилистов. Об этом рассказал Владимир Романов на пресс-конференции накануне. Оказывается, такое решение принял город без участия руководства ГАИ. На что, в принципе, имел право. В любом месте, если изменение ограничений или движения, или изменение маршрута, должен быть там экипаж. Он должен неделю стоять. Я замечание сделал своим руководителем по изменению данной обстановки. Почему не знает организация дорожного движения города Чебоксара, не знает мой заместитель по направлению деятельности, который курирует дорожный надзор. Автоэксперт Альберт Ильин считает, что дело в невнимательности водителей. Они часто не обращают внимания на новые дорожные знаки и продолжают ездить по привычке. Что нередко приводит к неприятным казусам. Сегодняшний ДТП только подтверждает это. В данной ситуации, во-первых, надо помнить о том, что Московский проспект, именно в этом месте, это очень напряженная, главная городская артерия. Там всегда пробки. И явно неспроста городская администрация пошла на установку этого знака. В этой ситуации, на мой взгляд, надо сделать то же самое, что делает сейчас городская администрация. Немного подождать и посмотреть, как повлияла установка запрещающего поворот налево знака на общую дорожную ситуацию. Если это улучшило поток транспорта по Московскому проспекту, значит, этот знак надо оставить. Ничего страшного. Туда можно заехать через Константина Иванова. Татьяна Трофимова, Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Андрей Шоклев. Республика. И еще о безопасности. В Чебоксарах прошло заседание оперативного штаба Национального антитеррористического комитета. На заседании рассматривали вопросы обеспечения безопасности в регионе. На заседании штаба выработаны меры, направленные на предотвращение террористических угроз и дальнейшее развитие государственной системы противодействия терроризму. Рассмотрены вопросы совершенствования оперативно-боевой подготовки сил и средств, предназначенных для проведения контртеррористических операций, а также обеспечения связи между органами и подразделениями, входящими в группировку оперативного штаба. Молодежный парламент города Чебоксара отчитался за проделанную работу в 2013 году и озвучил планы на 2014. Весь прошлый год молодые парламентарии активно участвовали в социально значимых мероприятиях как городского, так и республиканского масштаба. Сегодня молодые лидеры собрались вместе в четвертый раз. Напомню, консультативный орган при горсобрании появился в сентябре 2012 года. Молодежный парламент является совещательным и консультативным органом при Чебоксарском городском собрании депутатов. В его состав входят представители молодых чебоксарцев. 33 самых активных молодых жителей столицы Чувашии на протяжении всего года участвовали в социально-экономической, политической и культурной жизни города. На данный момент мы выносим инициативы молодежного парламента, которые будут рассматриваться уже в Чебоксарском городском собрании депутатов. Я надеюсь, вот две инициативы у нас уже как бы одобрены, это по велопарковкам и участие в постоянных комиссиях уже собрания депутатов. И на сегодняшнем заседании у нас будет еще озвучено две инициативы по туризму и по ЖКХ. Кроме этого, молодые парламентарии предлагают внести изменения в отдельные законодательные акты. К примеру, в 354-е постановление правительства России от 6 мая 2011 года. Предварительно мы его согласовали с Оленой Игорьевной Оршиновой в Госдуме Российской Федерации. Кто был, тот помнит, что мы этот вопрос очень активно обсуждали. Суть проекта состоит в том, что в настоящее время отопление на квартирных домах начисляется по площади, а проектируется исходя из объема помещения. Соответственно, этим рождается небольшая несправедливость в отношении собственников, которые занимают помещение меньшего объема. Соответственно, мы предлагаем внести поправки в 354-е постановление и ряд других постановлений правительства Российской Федерации. Мы предлагаем наше предложение отправить в Чебоксар-Кибиросходное собрание депутатов для дальнейшего движения уже в Госсовет Республики. Идей у молодых людей немало. Молодежный парламент только начинает набирать обороты. Но подведя итоги 2013 года и проанализировав проделанную работу, лидеры с уверенностью говорят, что смогут защитить интересы чебоксарской молодежи. В 2013 году начала свою работу рабочая группа по вопросам экологии на базе постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства. Я считаю, что совместно с отделом молодежного развития и администрацией города Чебоксары нами была проделана огромная работа и подготовлена достойная нормативная база для развития молодежного парламентаризма в городе Чебоксары. Галина Титарчук, Оксана Александрова, Сергей Рябчиков, Республика. В Национальной библиотеке Чувашии готовы научить белой магии шеститочия. Специально ко дню рождения известного на весь мир французского изобретателя рельефно-точечного шрифта Луи Брайля сотрудники библиотеки организовали выставку. Гениальная идея Брайля, когда читатель проводит кончиками пальцев по выдумленным точкам, помогла многим незрячим по всему миру развиваться и успешно вести диалог с окружающими. В России брайлевский алфавит появился во второй половине 19-го столетия. Но рассвет брайлевской печати пришелся на 1970-е годы, когда выпускалось примерно 280 наименований книг ежегодно. На этой выставке представлены книги, раскрывающие биографию этого великого французского изобретателя, а также экспонаты, привезенные из библиотеки слепых имени Толстого. Это говорящая книга, аудиокниги, букварь для слепых, а также предмет, которым пользуются слепые люди. Это брайлевский прибор и грифель, с помощью которого незрячий человек может наносить текст. Все предельно просто, как и все гениальное. Бумага вставляется между двумя пластинами. Каждая ячейка пластины соответствует брайлевской ячейке. Человек с помощью грифеля выдавливает брайлевский знак. Записи делаются справа налево, и чтобы прочитать написанное, бумагу нужно просто перевернуть. Конечно, современное электронное оборудование позволяет переводить на шрифт брайля обычное письмо, но книга, напечатанная рельефно-точечным шрифтом, занимает особое место в любой библиотеке незрячего человека. До конца января у жителей Чуваши есть прекрасная возможность познакомиться не только с биографией французского ученого Луи Брайля, пролистать рельефно-точечные книги, но и подержать в руках специальные приборы. Галина Титарчук, Елизавета Зайцева, Евгений Анисимов, Республика. Какие ассоциации приходят вам на ум при упоминании шотландских танцев? Думаю, большинство ответит – мужчины в клетчатых юбках. Ну а если правильно – в килтах. Накануне у чбоксарцев была возможность и килты увидеть, и станцевать самим. Наша съемочная группа не смогла пропустить такое событие. В танцевальном зале гимназии номер 5 организаторы ожидали примерно полсотни человек. Однако желающих приобщиться к шотландской культуре оказалось гораздо больше. Они еле поместились. Танцевать пришлось в два круга. Начали с самого простого. «Внимание! Начинаем с правой ноги и медленно. Оторвали пяточки от пола и пошли. И правая нога закрыли. Правая нога. Меняем ножку. Левая нога закрыли. Левая нога». Ну а через считанные минуты, собравшись, уже бодро и уверенно перемещались по залу под музыку. Движения усложнялись и даже складывались в целой вариации. Пожалуй, единственным недостатком стала нехватка кавалеров. Но в сторонке платочки теребя никто не стоял. «Вперед! Назад! Даму перевели! Вперед! Назад! Даму перевели!» Танцы шотландские, а преподаватели местные. Эти ребята – профессионалы своего дела и преподают не только во время фестиваля. «Ящий вокзар, а интерес к шотландским танцам произошел как раз через танцы. Эти танцы очень объединяющие, так же, как русская душа, она стремится за счет широты своей души к общению. То, что в нашем последнее время народу нашему, мне кажется, не хватает. Вот эти танцы, они очень объединяют людей разных возрастов, разных социальных групп, профессий. Абсолютно по всем каким-то разным направлениям вы танцуете за ведущую пару, вы танцуете вместе с другими людьми. Чувствуешь поддержку, взаимопомощь в этих танцах. Я думаю, это нашему народу как раз очень близко. Мы сами тоже ездим по другим городам, учимся также у других преподавателей шотландских танцев, которые, в свою очередь, учились у непосредственно, скажем, преподавателей, которые приезжают непосредственно из Великобритании, из Шотландии». Фестиваль в Чебоксарах стал традицией, но уроки к танцевальному коллективу приходят тоже целыми коллективами. «Я уже третий раз на этом фестивале, жду с нетерпением каждый год. И сегодня я привела своих учеников, целых 25 уже человек, и они все с удовольствием танцуют. Мы любим этот фестиваль и ребят, которые его организуют. На мой взгляд, это настоящий праздник. Восторг, ощущение единства, праздника, счастья». «Я вообще активист, я люблю такие мероприятия. Вот когда нам сообщили, я сразу хотела прийти. И шотландские танцы очень интересные. У них необычные движения ногами». Вот таким образом к шотландской культуре чебоксарцы приобщались не менее двух часов. В конце слегка уставшие, но довольные в один голос заявляли. «Теперь запишемся в студию». Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика. 16 дней осталось до открытия Олимпийских игр в Сочи. 224 билета выделено в Чувашии на посещение соревнований по 13 видам спорта. Дополнительно через Олимпийский и Паралимпийский комитеты России приобретено еще 74 билета. Билеты будут распространяться через министерства и ведомства. Среди тех, кто сможет своими глазами наблюдать за первыми зимними играми в России, шесть воспитанников детских домов и сопровождающих два педагога. Дети-сироты побывают на хоккейном матче. На Олимпиаду также поедет автор олимпийского талисмана «Зайки» Сильвия Петрова. Добавим, что в рамках проекта экспозиции регионов России в Олимпийском парке будет развернут презентационный стенд Чувашской Республики. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире уже завтра. Самая комфортная одежда зимой, особенно для нас, для женщин, это, конечно же, шуба. Главное найти качественную, удобную и теплую. Именно такие есть на ярмарке «Шубный край», которая проходит в ДК «Химик» города Новый Чебоксарск с 21 января по 3 февраля. На ярмарке более двух тысяч моделей. Стильные и роскошные нарковые шубы в воплощении грез каждой женщины. Огромный выбор из мутона, от классики до авангарда. Здесь не просто шубы, это элегантные меховые пальто, которые благодаря уникальным лекалам отлично садятся по фигуре. Размеры от 40 до 72. Цены от производителя. И на мутон начинаются от 9 тысяч рублей. К тому же можно приобрести в рассрочку. Что хотят покупательницы, чтобы шуба была теплой. И красивые, конечно, хоть и старые, но все равно хочется одеться, ну, помоднее, выглядеть помоложе, конечно. Меховая ярмарка «Шубный край» ждет вас 21 января по 3 февраля в ДК «Химик» город Новочебоксарск. Меховая ярмарка «Шубный край» Меховая ярмарка «Шубный край» Меховая ярмарка «Шубный край» Меховая ярмарка «Шубный край»